Нечеловеческие условия содержания, антисанитария, голод и холод. Так живут постояльцы Великорыбальского психодеврологического интерната в Одесской области. Это более 400 женщин. Что шокировало активистов, которые приехали сюда с проверкой, расскажет Андрей Анастасов. О Великорыбальском интернате говорят уже три года. После первого скандала, связанного с жуткими условиями проживания пациентов, несколько раз менялось руководство, но проблемы остались. Маленькая комната буквально валится от размножения грибка. Такую картину увидели активисты и журналисты, приехав с инспекцией в интернат. В комнатах мокрые от холода стены и потолок, местами плесень. Очередной директор, в этот раз исполняющий обязанности Анатолий Шкимба, в приезду общественного патруля не обрадовался. Сначала пытался выгнать гостей, а затем начал оправдываться. Ну вот боремся, утепляем, но никак не можем понять, почему она горела. С питьевой водой ситуация не лучше. Пациентки жалуются, что она горькая и соленая. Да, вода соленая. Нет, пить не можно. Нет, пить не можно. Директор продолжает оправдываться. Дескать, уже сегодня собирался закатать рукава и начать ремонт водопровода. Но кроме этого забыл еще и убрать с территории горы использованных памперсов. Дальше их покатит ветром в поля, потом вырастет на этих испражнениях какое-то зерно. Я не знаю, я не хочу предполагать. Но в целом это отвратительно. Но у руководителя на все есть ответ. Дескать, не накопилось еще достаточно смрада, чтобы его закопать. А махать лопатой зря не будут. И вообще, проблемы в мусоре не видит. Ну, извините, это показатель того, что у нас есть эти памперсы. Пока активисты ужасаются, подопечных интерната быстро закрывают в корпусах. На интервью соглашается лишь одна санитарка. Говорит, что теперь всеми средствами пациентов, пенсиями распоряжается директор. По закону он официальный опекун. Даже что-то приобрести в корпус, то, что нужно, потому что это им нужно. Сейчас мы ничего не покупаем. Пенсионные деньги банально разворовывают, утверждает бывший завхоз учреждения Юрий. Показывать свое лицо не хочет, но говорит, что собрал целый ворох доказательств и видео о нелегкой жизни пациенток интерната. Я столкнулся с тонами извести списывания, цемента. Если вы обратили внимание, территория очень большая, куча домов. Они на эти все убитые дома списывали только по документам, стоим материалом. А это все большие деньги. Директор Анатолий Шкимбов, естественно, все обвинения в коррупции отрицает. Поставить точку в этом вопросе могут лишь правоохранители. Но проблемы Великорыбальского интерната до сих пор вне их поля зрения. Андрей Анастасов, Игорь Механошин. Подробности телеканал Интер. Одесская область.